МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре из-за антитеррористических учений могут ограничить движение транспорта. Спецоперация началась сегодня и будет продолжаться в регионе до 22 мая, то есть всю неделю. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ в Самаре, Волжском, Красноярском районах, проходят учения по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта. Из-за этого на некоторых улицах может быть временно перекрыто движение. Оперативный штаб Самарской области просит жителей отнестись к этому с пониманием. Проект, масштаб которого еще только предстоит оценить, сегодня исполнилось ровно 30 лет со дня первого пуска ракетоносителя «Энергия». Более двух тысяч предприятий Советского Союза работали на реализацию самой амбициозной космической программы 20 века. Разработчик ракеты «Энпоэнергия» – изготовитель Куйбышевский завод «Прогресс». Сегодня в Самарском РКЦ прошло торжественное собрание в честь юбилея. Конструкторы уверены, программа, закрытая в начале 90-х, еще не стала историей и готова возобновить ее, как только это потребуется. Олег Зверев отправился назад в будущее. Этот исполин наделал много шума не только на космодроме, но и во всем мире. Самый амбициозный космический проект человечества стал не просто достойным ответом американской системе нападения «Спейс Шаттл». Советская разработка на полвека опередила свое время. Многоразовая система энергии «Буран» втрое превосходила по грузоподъемности и могла выводить на орбиту до 100 тонн грузов. 15 марта 1987 года в 21.30 по московскому времени состоялся первый старт ракеты-носителя «Энергия». Григорий Сонис тогда был главным инженером Байконурского филиала Куйбышевского завода «Прогресс». Сегодня вспоминает. Трудностей было много, но и опыт был накоплен уникальный. У нас уже в России были созданы такие мощные конструкторские силы, поэтому, мне кажется, технически нашим конструкторам не представлялось труда создать вот эту ракету. Сегодня в Самарском РКЦ «Прогресс» состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею исторического пуска. Участники программы, многие до сих пор в строю, получили награды. 30 лет минувшие с начала новой эры в космонавтике не ушли в историю. Несмотря на то, что в 90-е годы программа была закрыта, вся техническая документация сохранилась, и повторить успех для самарских конструкторов не составит большого труда. Тем более, что сверхтяжелые носители сегодня снова перспективные направления во всем мире. Мы сегодня не говорим об освоении Марса, мы сегодня говорим о тех проблемах, которые сегодня есть на Земле. Это и мощные радиотелескопы, это в том числе и удаление радиоактивных отходов в космос. Для этого нужны ракеты, которые способны выводить сотни тонн на орбиту. Вот одна из таких ракет энергии, которая именно позволяет эти вопросы решать. Чтобы возродить программу, сегодня нужна только политическая воля и деньги, причем немалые. Ведь тогда, 30 лет назад, в кооперации с заводом «Прогресс» работало более 2000 предприятий Советского Союза. В Куйбышеве был создан единственный в мире комплекс стендов, позволявший проводить испытания. Сегодня хочется вам всем сказать слова благодарности за то, что вы принесли в этот проект, а принесли, собственно, всю свою жизнь. Все свои знания, весь свой интеллект, и это очень много. И мы живем вот тем, что сейчас реализуем, но подскудно вспоминаем, что вот есть великие проекты, которые хочется как минимум повторить, а как максимум сделать еще более масштабно и более значимым. Но если программа «Энергии Буран-2» когда-то и будет реализована, то мир узнает об этом уже после очередного успешного старта. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Умный дом. Окно с антидетским датчиком «Бур» для парковок в густо застроенных кварталах. Инженерные идеи молодого поколения в одном месте, в Самаре. Прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады по робототехнике. Чем заняты умы юных инженеров знает Мариана Мирная. Эти малыши еще не автолюбители, но о пробках уже задумались. Придумали специального робота, которого можно вызвать в случае аварии. Машина приедет, сделает фотографии происшествия и направит их в ГИБДД, чтобы разгрузить дорожное движение. Но пока это только фантазия. Она очень реальна. Вы даже не представляете, насколько многие машины хотят оснастить таким маячками. То есть это уже почти на половину реальность. Осталось сделать только такого робота. Робототехническая Олимпиада – это 8 категорий инженерного творчества. В ГУД экологии многие проекты связаны с очисткой от мусора города и водоемов. Одна из интересных разработок – окно, которое открывается в зависимости от уровня влажности воздуха. Но закрывается, если к нему подходят дети или домашние животные. Умный дом придуман не для широкого применения, а для использования на полярных станциях или, скажем, островах. Давайте посмотрим, как же он работает. Вот у меня есть карточка, которая отключит сигнализацию. Вот так это работает. Итак, посмотрим. Здесь есть солнечная батарея, которая обеспечивает подачу электроэнергии, свет, тепло и так далее. Внутри вот эти красные датчики – это инфракрасные датчики, которые помогают солнечной батарее. Если не хватает и этого, в силу вступает ветрогенератор, который вот так вот крутится. Свет зажигается, если человек появляется в комнате, а если покидает эту комнату, то свет автоматически гаснет. С каждым годом количество участников Олимпиады растет. В этом году их почти 200. Свои достижения в сфере робототехники представляют юные инженеры, которым едва стукнуло 6 лет. Это полноценное соревнование, полноценный спорт, который говорит не о физических навыках ребенка, а о инженерно-технических, скажем так, новое мышление. Ребята все как раз примерно пятых-седьмых классов или даже меньше. То есть то поколение, которое максимально заинтересовано в том, чтобы приблизиться к информационным технологиям и робототехнике. Очень рассчитываем, что к 11 классу это будут уже лидеры не только Российской Федерации, но и международных соревнований. Победители регионального этапа будут представлять Самарский регион на всероссийском этапе в Казани. Те, кто войдет в российскую сборную, отправятся на мировой турнир по робототехнике, который пройдет в Коста-Рике. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. В Самарской области за последние пять лет значительно вырос процент выявления злокачественных опухолей у пациентов на ранней стадии. Такая статистика доказывает, действующая в регионе программа диспансеризации себя полностью оправдала. Эти данные прозвучали на прошедшей в Самаре научно-практической конференции «Актуальный вопрос онкологии». Региональные специалисты знакомились с передовыми технологиями лечения. По словам онкологов, жители региона чаще всего страдают от рака молочной железы, злокачественных образований почки, рака легкого и кожи. Медики обращают внимание на то, что при современных методах лечения рак – это не приговор. Медицина не стоит на месте, она динамично развивается. Онкология как одна из основных наук, которая движется вперед. Проводятся подобные мероприятия, чтобы еще раз акцентировать свое внимание на тех основных моментах, которые необходимы для оказания качественной медицинской помощи в соответствии с современными стандартами. 50 литров крови сегодня сдали студенты. Мобильный комплекс областной станции переливания работал около Самарского университета. Донорские акции проходят в городе постоянно, привлекая все новых участников. Какая кровь ценится больше всего и что нужно, чтобы стать донором, узнала Олеся Корецкая. Сладкий чай, шоколадка и освобождение от занятий – по желанию. Награда студентам за сданную кровь. Тем, кто первый раз, еще и красная ленточка. Но большинство уже доноры со стажем. Оль, как вы себя чувствуете? Хорошо. А то что-то вас так повели, повели. Да нет, просто я в тот раз упала, а сейчас все нормально. Я всегда хожу сюда, чтобы помогать людям. Как бы это главная цель. Даже несмотря на то, что подойдет. Да. Если нужна кровь, надо сдавать, помогать. У себя крови много. Мне от этого ничего не будет. То, что чуть-чуть сдать. А кому-то я, может, жизнь спасу. Чтобы стать донором, нужно пройти регистрацию, осмотр терапевта и сдать кровь из пальца на определение группы. Самая распространенная – вторая с положительным резус-фактором. Самая редкая – четвертая отрицательная. Основные требования ко всем. Умеренное питание, никакого алкоголя накануне, возраст больше 18 лет и вес больше 50 килограммов. Есть относительные правоказания, есть абсолютные. То есть желтуха, сифилис – это относится к абсолютным противопоказаниям. Ну, то есть, чтобы здоровый контингент. Ну, как правило, студенты, студента на 90% – это здоровый контингент. Добровольных доноров на выходе из мобильного пункта встречают волонтеры, угощают, следят за самочувствием. Такие акции Самарский университет проводит два дня на двух площадках. У основных корпусов. В день приходит больше ста человек. Это 50 литров крови. У нас бывают такие мероприятия, когда мы собираемся и сдаем кровь конкретно для какого-то нуждающегося вот в сию минуту человека. И тогда адресно ребята идут и сдают кровь уже на станции. В следующий раз мобильный пункт приедет к университету осенью. Но сдать кровь на станции переливания можно в любое время года. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. В Самарской области продавали яйца, зараженные птичьим гриппом. По информации Главного управления ветеринарией Кабинета министров Татарстана, на птицефабрике Лаишевского района с 3 по 8 мая погибло около 5000 голов птицы. Исследование обнаружило геном возбудителя птичьего гриппа. Предположительный источник инфекции – дикие особи. На комплексе не соблюдались ветеринарно-санитарные нормы. Яйца продавались в Казани, Вологодской, Кировской, Самарской областях, Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. До 1 мая весь падеж отправлялся для уничтожения в Самарский утильзавод. Автоваз отзовет 5000 машин «Лада». В чем причина, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! В начале недели цены на нефть растут. Баррель марки «Бренд» превысил 52 доллара впервые за две недели. Валюта подешевела. Курс на 16 мая. Доллар 56 рублей 52 копейки, евро 61 рубль 84 копейки. Золото стоит 2256 рублей, серебро – 29 рублей 96 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 70 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 45 копеек. Россияне стали больше тратить на лекарства. Выручка аптек за один год увеличилась на 20%. «Тойота» инвестирует 350 тысяч долларов в создание летающего автомобиля. Запустить его в производство планируется к 2020 году. «Автоваз» отзовет 5000 машин «Лада Калина Спорт» и «Гранта Спорт» из-за проблем с коробкой передач. Ремонтные работы будут проводить бесплатно, сообщили в Росстандарте. На этом все. Удачи в делах. Крепостное избирательное право отменяется. Именно так оценили реформу закона о выборах в Центральной избирательной комиссии. Речь идет об открепительных удостоверениях для тех, кто не может в день голосования быть на избирательном участке по месту прописки. Таких людей в России примерно 6 миллионов по новому закону. Им необходимо обратиться в ближайшую избирательную комиссию и написать заявление после обработки документов в специальной системе. Избиратель получит право голосовать там, где он находится в данный момент. Обратиться в избирком можно будет до 14.00 суббота последнего дня перед выборами. Как заявили в ЦИКе, новая система будет опробована уже в сентябре в 20 регионах страны, чтобы полностью отработать процесс к выборам президента России в марте 2018 года. Самарский регион готов к изменениям. Сейчас разрабатывается возможность подать заявление через МФЦ и сайт госуслуги. Механизм новый, механизм, я бы сказал, революционный для избирательной системы. И он снимет много вопросов, много претензий, которые высказывали со стороны оппонентов к избирательной системе по поводу и досрочного голосования открепительных удостоверений. Дети, проживающие в микрорайоне Новая Самара, могут пойти в новую школу уже в следующем году. В областном Минстрое подписали разрешение на строительство здесь учебного заведения. Городские власти подбирают еще несколько площадок для возведения школ в разных районах города. В том числе рассматривают земельные участки в Самарском и Октябрьском районах. Здесь нехватка мест ощущается особенно остро. Сейчас идут переговоры о строительстве учебного заведения на территории бывшего завода ЗИМ. Планируется, что за образец возьмут проект школы в Южном городе. Она рассчитана на полторы тысячи учеников. Новое здание сможет частично разгрузить существующую здесь 58-ю школу и вместить в себя всех учеников будущих новостроек. На совещании в мэрии обсудили вопросы удобства расположения новой школы для жителей и ее безопасности. Я веду разговор о том, что когда мы не хотели, вот этот 155-й, 157-й дом по Новосадовой, который они напротив завода ЗИМ, если они попадут туда, это эконом-класса жилье, то нужно точно понимать, как они будут водить детей туда через Новосадовую. Это вот в чем озабоченность. В первой доступности сейчас два дома, они разрешение будут оформлять. Как раз один дом будет чуть-чуть сзади, за школой, а второй дом будет стоять вдоль Новосадовой. Там трехсекционные, да, огромные дома, то есть там люди появились. 15 мая во всем мире отмечают Международный день семьи. Самарская область одной из первых в России празднует эту дату. В последнее время в регионе поддержки молодых и многодетных семей власть уделяет особое внимание. Какие первые результаты такого социального подхода и в какой еще помощи нуждаются многодетные семьи, эти вопросы обсуждали на встрече с вице-губернатором Дмитрием Овчинниковым, отцы семейства со всех уголков Самарской области. Молодые родители Владислав и Тамара Лазарь воспитывают четырех сыновей. Мальчики увлекаются танцами, двое старших уже участвуют в балетных постановках Самарского театра оперы и балета. О большой семье мечтали, делятся многодетные родители. Не остались и без помощи. Живут не в тесноте. Жилищный вопрос удалось решить с помощью господдержки. Мы благодаря этим государственным программам смогли приобрести первую свою квартиру в ипотеку. Погасили эту ипотеку с помощью государственной программы. А потом уже расширились на поле. Уже дальше. Главное в жизни – это семья. И чем она больше, тем счастливее, уверены все собравшиеся за столом. Примечательно, что в средине знакомых между собой многодетных родителей атмосфера царит дружная и почти семейная. Делятся самым важным – как правильно воспитывать детей, как обустроить быт и дать хорошее образование сыновьям и дочерям. В Самарской области для семей с детьми действует 28 различных мер поддержки, льготы, компенсации, субсидии. Мы уже на протяжении ряда лет реализуем такие направления поддержки семей с детьми многодетности. В этот раз мы фактически переформатировали меры социальной поддержки. Все больше уделяем внимание именно многодетным семьям. Несколько раз были увеличены нормы меры социальной поддержки, введены новые меры социальной поддержки. Нам отрадо сигнавать, что мы не одни. Хочется отметить реальную большую работу, вас, родительство, социальные службы. Из последних инициатив, также неожиданных в этом году, это изменение схемы компенсации коммунальных услуг, для нас компенсации родственников. Особое внимание и приемным родителям. Теперь такие семьи по статусу приравнены к многодетным. В действительно уникальной семье Черновол 21 ребенок, двое кровных и 19 приемных. А мама столь большого семейства еще и общественной работой занимается, помогает другим приемным родителям. Мы приехали в Самарскую область, здесь уже был создан институт приемной семьи, здесь уже были службы созданы, поэтому мы легко вписались в общий массив приемных родителей. Не может ребенок вырасти без семьи, ему обязательно нужна семья. Особый подход к приемным семьям дает реальный результат. Сейчас в таких семьях воспитывается больше 3800 детей. По данным за прошлый год, новые семьи обрели 93% сирот в регионе. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Встать на коньки, несмотря на заболевания, всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» прошла в Самаре. Мастер-класс по фигурному катанию и скандинавской ходьбе провела чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Наш корреспондент убедился, физкультура позволяет не только улучшить самочувствие, но и помогает рассчитывать на победы в большом спорте. Даже человек с тяжелым хроническим заболеванием имеет шанс добиться успеха в спорте высоких достижений. Эту истину ежедневно личным примером подтверждает чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Сегодня известная спортсменка дает мастер-класс для детей с сахарным диабетом. Диагноз – не приговор, и все больше людей приходит на каток. Есть спортсмены с диабетом, да. То, что нужно быть все время под контролем специалистов – это да. Что нельзя самолично взять и отказаться от препаратов – это да. Есть примеры, когда с сахарным диабетом становятся чемпионами. Занятие спортом для людей с сахарным диабетом – это еще и дополнительная терапия. Возможность контролировать уровень сахара, а значит и победить болезнь. Но не дано предугадать, как отреагирует организм на повышение нагрузки. А значит и заниматься надо под наблюдением специалиста. Екатерина Меркулова занимается спортом уже не первый год. В числе предпочтений – фитнес, спортивная ходьба, лыжи с четырех лет встала на коньки. Ну, потому что это интересно, полезно, помогает фигуру привести в порядок. Физическая нагрузка, она очень важна и для любого здорового человека, а уж для человека, у которого есть какие-то проблемы, обязательно нужна. Когда доступны для людей вот такие мероприятия, как сегодняшние, то есть есть информация, что будет, скажем, забег скандинавской ходьбы, или будет марафонский бег, или будут малые лыжня у нас было мероприятие, проведенное одним из благотворительных фондов Самары. Когда есть в доступности такая информация, люди откликаются. Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» прошла по многим городам России и в каждом нашла тысячи последователей и детских надежд на победу в борьбе с недугом, а зачастую и на медали в спорте высоких достижений. Алина Чемерис, Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Футболист меняет профессию экс-игрок Рыльев Советов, повесил бутсы на гвоздь и пошел на телевизионе комментировать футбольные матчи. А в эти выходные Евгений Савин стал еще и шестым послом Самары, гордоорганизатора Чемпионата мира по футболу. Как проходит день у звезды, увидим прямо сейчас. Что-то как-то инертно играет оборона, сегодня играет. Обратите внимание, три защитника, четыре в центре, два нападающих. Сейчас модно. Модно, да, действительно. Вот тренер разбирается в тактике. Еще вчера он гонял мяч на футбольных полях Премьер-лиги «Закрыли Советов», а сегодня Евгений Савин – комментатор спортивного телеканала. Телеведущий не удержался и оценил игру городских волонтеров Чемпионата мира в настольный футбол. На этот раз Савин приехал в Самару уже как посол города-организатора Кубка мира 2018 года. Добровольцы от встречи со звездой получили массу положительных эмоций. Он очень общительный, очень такой задорный, эмоциональный. И зарядил нас очень большими эмоциями, положительными. Очень рада, что была на такой встрече. Это очень помогает популяризировать именно футбол в самом городе и, конечно же, в стране. И такие гости – это очень большое событие. Автограф и фотосессия с городскими волонтерами и Евгений Савин отправился на родной стадион «Металлург». На тренировочном поле собрались ветераны Крыльев Советов. В 75-летний юбилей клуб организовал матч всех звезд. В белых футболках доморощенные клубышевские игроки, в синих – легионеры. Евгений Савин пришел в Крыльев Советов из Пермского Амкара. За четыре сезона он отыграл 96 матчей и забил 19 мячей. Рассказывает, все было, как будто вчера. Нахожусь в таком приятном шоке, потому что многих не видел давно, как, например, Гарника Аваляна. Он меня тренировал еще в Рязани во второй лиге. Мы вспоминали там старые истории. И вот, Иржи Ирошика, конечно, Барасу, Ковбу, ну, то есть, ребят Никулина, то есть, ребят, с которыми играл. Ну, и, конечно, ветеранов, заслуженных. Людей тоже очень приятно видеть и приятно выйти сегодня на футбольное поле вместе. Никто не забросил футбол, когда закончили. Все играют. Так что никаких проблем. Матч ветеранов Крыльев Советов закончился победой команды легионеров со счетом 5-4. Два мяча забил Евгений Савин. Посол Самары города, организатор чемпионата мира по футболу. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Новости спорта продолжит эфир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такого стадион «Металлург» не видел давно. На трибунах 20 тысяч фанатов. Самарцы пришли увидеть спортивное чудо. Но сенсации не случилось. Крылья Советов не показали результативный футбол, в который они умеют играть. Сыграл комплекс лидера. На арене соперник, претендующий на серебряные медали национального чемпионата «Питерский зенит». Команда с берегов Невы не стала откладывать победу в долгий ящик. Герой первых 10 минут первого тайма Артем Дзюба. Он дважды переиграл Георгию Лорию во время выходов 1 на 1. 2-0 в пользу «Зенита». Сегодня благодарен партнерам. Они сделали голы. Любой нападающий, зависимый футболист. Поэтому приятно, когда чем больше они на меня играют, тем мне и лучше, и комфортнее играть. Первый тайм, мне кажется, был показатель так быстро начинать. Много моментов было. И Лория уже их там выручать начала. В концовке первого тайма «Зенит» окончательно похоронил надежду самарской команды на успех в этом матче. На вес штрафную замкнул точным ударом Гарсье. 3-0. У нас было преимущество в первом тайме. Мы забили свои мячи, которые должны были забивать. Но соперник – хорошая команда. Они знают, когда надо обыгрывать, когда атаковать. И нам было трудно удержать победный счет. Перерыв пошел футболистам Крылья Советов на пользу. Самарцы начали больше атаковать и прицельно бить поворотом. Один из таких ударов достиг цели. На 55-й минуте отличился Джани Бруно. 1-3. Итальянский полузащитник забивает во втором матче подряд. У Крыльев были шансы даже сравнять счет. В перекладину попали Ткачев и Зуев. А у «Зенита» была возможность забить четвертый мяч. Но Совета спасла штанга. Главный тренер Вадим Скрипченко не мог прийти в себя от шока даже на пресс-конференции. Провалили начало игры. Конечно, не входило в наши планы такое обескураживающее начало. Первые два взятия ворота – это следствие того, что все-таки нам нужно было более компактно сыграть, чему я призывал команду по началу игры. Цепко в средней зоне. Но, к сожалению, вот такое вот начало неожиданное и поспособствовало тому, что, конечно, трудно было уже исправлять в дальнейшем ход игры. После домашнего фиаско крылья советов продолжают топтаться на 14-й ступеньке турнира на таблице. Им светят стыковые матчи на вылет из премьер-лиги с лидерами ФНЛ. Питерский «Зенит» продолжает борьбу с ЦСКА за серебряные медали, а досрочный чемпион страны уже определился. Это московский «Спартак». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова